Мы работаем в мастерской в проекте ХУМРА. ХУМРА значит Human Rights Animation, анимация о правах человека. Тема нашей мастерской – свобода. Два дня на фестивале «Послание к человеку» мы сделали анонс на Таймпад, и 19 человек зарегистрировалось, 11 человек пришло. И мы хотим сделать фильм в жанре документальной анимации, то есть такой экспериментальный формат, смесь видео и анимации, исследовать тему свободы, насколько это возможно в эти два дня, и показать, что получится на церемонии закрытия фестиваля «Послание к человеку». Рисовали маски, дали интервью, успели снять кучу видео, и в конце этого дня мы ходили по городу и снимали воплощение свободы в городе, в центре. Сегодня мы это обсудим к концу дня, и завтра, я думаю, мы уже завершим этот процесс. Я очень надеюсь, что с помощью анимации. Самим интересно, каким будет результат. Надеемся, что его покажут на закрытии. Мы работали с двумя темами. Мы сначала стали заниматься страхами. То есть, в общем-то, это то, что ограничивает нашу свободу. Мы вспоминали какие-то истории про их личные переживания, и оказалось, что тема какая-то безумная такая, хватающая, в общем, за душу. И после этого мы решили перейти уже непосредственно к нашей теме, к свободе. И сейчас очень интересно, что они перенесли с улицы, потому что мы сделали небольшой такой разговор про то, что такое свобода. И при этом сделали это в каком-то таком интересном ключе. Мы попросили их вспоминать запахи свободы, какие-то ситуации, которые напоминают свободу, и получили. Хлассические штуки, типа вот человек на море, там человек в саду, в лесу. Ну вот то, что очень быстро рождается. Еще очень интересно увидеть, что они перенесли после часа прогулки в городе. То есть, изменилось ли у них этот образ, или он остался прежним. То есть, пытались ли они вот эти все красивые картинки с морем, и там чувство полета найти сейчас в Питере, пока они час гуляли, или они наткнулись на что-то другое. И вот сейчас мы посмотрим, что они нашли, и, соответственно, будем понимать, что мы вообще делаем дальше. Потому что пока у нас есть страхи, и есть какая-то вот такая свобода, очень воздушная, легкая, и как будто бы сейчас ей не достает какого-то основания, чтобы противостоять вот этим страхам, которые оказались безумно глубокими. Мы хотели услышать от них что-то такое, вот ветерок, или вот я почувствовала свободу. А люди говорили, ну, свобода – это когда у нее есть свобода слова. Таких ответов было очень много. Вот, ну, было два мужчины, которые говорили, ребята, давайте будем просто любить друг друга. Вот, это было здорово. Хотелось попробовать, хотелось узнать, хотелось почувствовать эту свободу и ее проявление. И это место, оно действительно дает мне свободу. Мы говорим, мы обсуждаем, мы очень много понимаем, мы рисуем. И вообще здесь потоки творчества не ограничены. И это очень сильно вдохновляет. Во мне открывается окно творчества, если так можно сказать. И это действительно прекрасно. Прекрасно чувствовать свободу и чувствовать мнение людей, слушать их на такую сложную тему. Спасибо. Спасибо.